Друзья, сегодня в видео я расскажу вам с десяток секретов то, что нельзя увидеть, но эти фишки сделают вас более стильным. Первым делом поговорим о кошельке. Этот кошелек, он абсолютно пуст. Если бы он был полным, то он был бы раза в два толще. Можете себе представить, чтобы сидеть на таком кошельке целый день? Друзья, найдите себе тонкий кошелек. Может, это не подойдет для всех, но для тех, у кого в кошельке всего пару кредиток, это, пожалуй, все, что надо. Итак, вот это, это не кошелек. Это моя косметичка. Все мои ножницы и кусачки в одном месте. Так что я легко могу найти их и использовать в течение недели и, если что, подстричь ногти. Ребята, это супер важно. У вас может быть костюм за два косаря баксов, но если у вас страшные ногти, это фиаско. Говоря о страшных вещах, научитесь использовать силу дерева для ваших туфель. Я говорю о деревянных распорках. Они помогают сохранять красоту ваших туфель, поддерживать форму и вытягивать влагу. Раз заговорили о дереве, то пару слов о деревянной вешалке. Особенно прошу обратить внимание на форму плечиков. Это очень важно для костюма. Ну, или для свитера, или рубашки. Чтобы у них не образовывались тут соски. Раз зашла речь о сосках, расскажу вам о силе футболок. Вы, наверное, знаете, что футболки очень хорошо защищают более дорогую одежду. Например, как рубашки. От пота и жира. Но вы, может, не знали, что она также помогает спрятать вам соски от всего офиса, если вдруг у вас на работе холодно. Футболочка спасет вас от дурацкой ситуации. Если у вас белая рубашка, вам надо надевать белую футболку. Ответ нет. Следует выбрать бежевую или серую. Почему стоит отдать предпочтение этим цветам? Потому что они будут менее видны под рубашкой. Следующий секрет, который я расскажу, основан на исследовании, которое я прочитал в журнале Cosmetic Science. В университете Ливерполя проводили исследование о том, как духи влияют на наше состояние. Существует множество исследований, но многие из них без четкого вывода. Но эти ребята изменили подход. Они просили мужчин нанести духи, которые им нравятся. То есть они попросили их выбрать самостоятельно. Затем они записывали на видео, как эти мужчины общались с другими людьми. Затем они показали эти записи случайным женщинам, и вот такие были результаты. Мужчины, когда осознавали, что они хорошо пахнут, воспринимались как более привлекательные. Господа, почему это так интересно? Потому что женщины, которые их судили, не могли их понюхать. Что же произошло? Духи оказали влияние на мужчину. Только подумайте, когда от вас хорошо пахнет, то это будто жидкая смелость. Это помогает вам чувствовать себя лучше. Это больше оказывает влияние на вас, чем на окружающих. Следующий секрет, который отделяет стильных мужчин от других, они знают, как заботиться о своей коже. Вот это тоник. Что это такое? Большая часть парней не знает, что это. Его можно использовать для того, чтобы избавиться от жирной кожи. Так что, если вы будете записываться на камеру или делать презентацию, вас могут раздражать блики на коже, которые будут слепить всех. Нет, вы знаете, как с этим быть. Когда вы знаете, как пользоваться косметикой для ухода за кожей, то вы будете выделяться среди остальных. И люди обращают внимание на ваши сообщения, а не на то, какая у вас лоснящаяся кожа. Следующее, что отличает мужчин от мальчиков, это то, что они знают, какое лезвие подходит их коже лучше всего. Ребята, для кого-то из вас одноразовые лезвия вполне сгодятся. Для других картриджные подойдут. Но для большинства из вас потребуется что-то иное. Может, вам подойдет безопаска или станок. Можете попробовать электробритву. Но, друзья, найдите то, что лучше всего вам подходит. И да, из той же оперы, ребята, пользуйтесь стримером для носа. Особенно, если вы высокий парень. Так что, хотя бы раз в неделю, подстригайте себе волосы в носу. Когда речь заходит о волосах, то надо обращать внимание на пять компонентов. Первое, это прическа. Далее, это шампунь, которым вы пользуетесь. Далее, продукты для укладки, затем инструменты для расчесывания. И, наконец, то, как вы сушите ваши волосы. Итак, прическа. Если у вас короткие волосы, то вы делаете себе короткую стрижку. Если длинные волосы, то вы держите их опрятными и подстригаете время от времени. Но вы, наверное, не знали, что это составляет примерно 40% от уравнения, как следить за волосами. Шампуни составляют 10% от уравнения. И это так, потому что если вы пользуетесь плохим шампунем, то он может навредить вашим волосам. Кондиционер. Что это такое? Представьте, что это корень волоса. Кондиционер оказывает на него влияние и делает ваши волосы более объемными. Он помогает укладывать волосы, а также делает их мягче во время расчесывания. Далее, это продукты для укладки. Их существует очень много, чтобы понять, какие из них лучше. Можно только потому, как они влияют на ваши волосы. Но, в целом, их можно поделить на следующие категории. Одни будут фиксировать волосы, другие будут давать блеск, и третьи будут придавать объем. Давайте рассмотрим расчески. В зависимости от того, какие расчески вы используете, ваши волосы будут выглядеть совершенно по-разному. Самый простой способ это пойти и купить себе разные расчески и попробовать применить их на ваших волосах. Такая расческа поможет выпрямить ваши волосы. Вот такая расческа с отверстиями может использоваться с феном для укладки. Вот такая или такая расческа поможет расчесать и уложить волосы. И не забываем про то, как мы сушим наши волосы. Если вы хотите придать волосам объем и высоту, возьмите фен. Следующий совет для больших мужчин – начинайте носить подтяжки, особенно когда вы надеваете костюм. Конечно, никто не будет их видеть, но это не суть. Они будут гораздо удобнее, чем ремень. Как работает ремень? Он стискивает вас вокруг пояса, но это предполагает, что ваша талия уже чем бедра. Для больших парней это не работает. Потому что все будет падать вниз, когда вы надеваете ремень. Когда вы надеваете подтяжки, то эта проблема исчезает. К тому же они гораздо более стильные, удобные. И это лучше, чем целый день подтягивать штаны. Господа, если вы только начали смотреть мой канал и не знаете, что это такое, то скажу сразу – это подтяжки для рубашки. Итак, этот конец прикрепляется к краю рубашки, этот конец – к вашим носкам. И вуаля, ваша рубашка заправлена в штаны целый день. Друзья, всегда следите за свежестью вашего дыхания, так что пользуйтесь скребком для языка, жуйте жвачку после еды и, конечно, пейте воду, потому что сухой рот ведет к плохому запаху. Мне очень интересно, ребята, кем бы вы ни были – банкиром, адвокатом, консультантом, учителем, ну все, для кого подпись играет большое значение, у вас должна быть хорошая ручка. Потому что каждый раз, когда вы даете кому-то ручку, чтобы подписать что-либо, вы даете ему простую ручку. Но да, это обычная пластиковая ручка. Но, друзья, когда у вас хорошая ручка, вы сразу говорите этим, что ваша подпись имеет вес, как и сама ручка. Какое видео посмотреть далее, как насчет моей личной подборки духов, которые помогут вам выделиться. Друзья, ссылка на видео в описании.